Здарова народ, с вами Кейт и мы с вами возвращаемся в The Ultra Realms, продолжаем крошить музильонцев. Я уже решил, что все-таки буду убивать их лордов, потому что у них 8 боевых отрядов одновременно, мне просто-напросто всеразом их не победить, ну, типа, чтобы они не сбегали и так далее, это просто нереально. О, кстати, они чем-то там заряжены, весьма интересно. У меня появились новые способности. Вот, короче говоря, да, лордов я буду убивать, вот только я не придумал один маленький момент, как же все-таки не захватить их территорию. Территория, как бы, довольно хорошо обороняется, это раз, плюс еще действует долбанное проклятие, это два, из-за чего я не смогу вести долгие осады. Да и плюс ко всему, сами понимаете, у меня дерьмовый навык инженерного дела, это, как ни крути, будет очень долго, то есть мне либо спутника инженера искать, либо что-то еще. Тоже, как бы, довольно-таки загвоздочка, ну, в общем, просто жесть. Ну, опять же, из плюсов я прокачал себе навыки молитв, у меня появилась новая молитва, даже две хз вообще, что они дают, какие бонусы будут. Вроде как нет здесь у нас с вами еще молитвы, которая бы нам с вами давал этот вот шар света, который долбил бы наших врагов, к сожалению. А плюс ко всему, да, мне написали, что у нас, с вами, у призраков, так сказать, сопротивление к физическому урону 75%, вы сами можете это увидеть в левом нижнем углу, действительно, 75%. Вот физы у них здесь защита, довольно неприятно, скажу я вам, но ничего, как бы, не поделось, то есть призраки, это прям большая проблема, и неважно, на конях они или нет. Главное, защита от физы у них все-таки есть, и это прям больно для нас с вами, зато всякие скелетики ответают на ура. И вот, и если у них в обороне будут именно эти призраки, ну, мы 100% в заднице, потому что и количественно они будут круче, и по факту качественно, то есть нам нечем просто будет их бить этой сраной кавалерии. Нужно что-то придумывать, вот только что придумывать, у нас вот понятно, магией мы сами не владеем, управлять спутниками с магией мы сами не можем, чтобы, там, наколдовать пару крутых заклинаний, как бы, снести бошки нашим врагам, тоже не можем, естественно. Долгие осады вести тоже не можем, и прям какая-то, не знаю, имбовая территория, что ли, то есть, типа, без здоровья на армии здесь не пройти, как мне кажется. Аналогичный вариант, это у нас с вами начать войну с одним из герцогс-бретоник, на которой мы сами работали, будучи наемником. Тоже неплохой вариант, у них территории в адекватных зонах, то есть, без всех вот этих вот дебафов и так далее, уже какой-никакой плюс, конечно. Конечно, но, тем не менее, воевать с ними сложно, потому что там два клана и боевых отрядов, думаю, тоже минимум восемь, а то и больше. Так что загвоздочки все-таки возникают. Плюс, конечно, то, что у нас с вами девяносто, максимум человек, имею ввиду, это уже для нас с вами весьма-весьма неплохо, но я сомневаюсь, что это нам с вами хватит. Для того, чтобы забить, сколько их там будет, человек 400 останется после того, как условно закончатся у них припасы, то есть, чисто гарнизон, а там человек 400 будет. Но это все равно огромные цифры, и нам как бы без шансов с такими отрядами воевать, как мне кажется. Так что, что здесь делать наверняка, на самом деле, хз. То есть, либо продолжать бороться все еще с одной фракцией, попытаться, даже несмотря на проклятие, как-то их захватить. То есть, да, у нас с вами есть оберег от проклятия, то есть, защищать нас с вами будет 72 часа, кажется, или 24, что-то в этом роде. Ну, то есть, пару игровых дней у нас с вами примерно защитит. Ну, это как бы все, этого хватит максимум, чтобы построить и с одной лагеря напасть, то есть, даже без осадных орудий. Ну, это при учете нашего дерьмового навыка инженерного дела. Либо идти на новую фракцию, новые кланы, которые будут просто мощнее. Ну, как бы, и тот вариант, и тот, как мне кажется, полная фигня, на самом деле. Потому что и там, и там мы с вами тотально облажаемся. Сто процентов. Надо что-то придумывать, и единственный здравый вариант, который приходит мне на ум, если честно. То есть, это тупо добить себе самостоятельно четвертый левел клана, где-нибудь там за кадром, чтобы вам все это не показывать. Ну, или сделать это какой-нибудь нарезкой, или типа того. После чего уже, как бы, захватить быстренько замок вот этих вот бретонцев, за которых мы с вами воевали. И собрать себе какой-то более-менее народ. Ну, естественно, скопить бабло в процессе, сделать себе кланы, вернее, боевые отряды у нашего клана. И тогда, может быть, что-нибудь у нас с вами получится. Ну, из-за того, что у нас будет большее количество, чем сейчас. Ну, типа сотни, две, три там будет. Тогда шансы появятся. Ну, опять же, этих шансов долго не проживешь. Слушай, я не понимаю, что здесь один всех атакует. Ребятки, ну где вы? Броню давайте нам. Вот, все, я пойду с рыцарями воевать. Это они охреневшие какие-то. Бам, наши налетели, наконец-таки. А то мяли свои прелестные булки. В стороне не гоже. В воюют один, как баран. Но молот мне прям нравится. Отличная вещь. Жаль, конечно, что он не дает каких-то бонусов серьезных против призраков. Ну, типа он, как и против всех, дает доп. урон священной магии. Но этого мало. Просто мало, чтобы их убивать нормально. Так, что такое себе пока что. Если честно, вот по 40-кету даю. Я думаю, удара три им нужно нанести обычных, чтобы прибить. По башке, я думаю, хватит двух ударов. Ну, фигня вообще. Мне, кстати, в комментах предлагали взять себе имперских стрелков. То есть, которые стреляют именно с винтовок многозарядных. Для того, чтобы, ну, как-то разнообразить все это мероприятие. Чтобы не была одна кавалерия. В принципе, ну, это как бы тоже физурон, сразу говорю. Но, с другой стороны, это все-таки стрелки. У них будет побольше шансов, допустим, против той же кавалерии призраков. Ну, банально из-за залпов. То есть, не просто лишат их лошадей. Те станут пехотинцами. Ну, а пехотинцев стрелки всегда уделывают. Особенно учитывая, что их нет щитов или типа того. Как бы уже какой-то шанс. Но, опять же, в осадах это не поможет. Как мне, по крайней мере, кажется. Нет, конечно, если враги... Ну, если врагов вообще нет стрелков, тогда поможет. Но, опять же, маловероятно. Если честно, что они при таком раскладе будут тупо стоять у себя там на стенах. И титьки мять, как говорится. Так, еще одну крутую лошадь. Уже за 200 тысяч. Еще лучше, чем эта, судя по всему. Да, 50, 60, 77. Просто чума. Она уже требует 120 верховой езды. Я над верховой ездой, скажем так, уже немножечко поработал. В плане, вкачал туда уже навыки. Она начала качаться немножечко получше. Верховая езда. Видите, уже почти сотню добили. Но мало. Этого, зараза, слишком мало. Карьеру я, в принципе, вкачал по максимуму. По мере своих поинтов, скажем так. То есть, вкачал вот эту вот полностью фанатичную тему. Довольно неплохую. Сколько я понял, дает вроде как неуязвимость моим пацанам. В момент, когда эта тема, ну, активна. Вот эта вот ярость. Если сюда еще заюзаю полностью все поинты, то здесь у нас с вами будет еще увеличение радиуса этой ауры. Ну, и дополнительные плюшки, скажем так, до этого будут. Здесь еще грузоподъемность увеличивается. Здесь скорость отряда от пеших воинов на лошадях. Фигня, в принципе. Давайте, наверное, вот эту вот штуковину сделаем. Ну и все. То есть, двоих лордов сейчас мы сами, естественно, забьем. Лордов станет значительно меньше у музильонцев. Это, естественно, хорошо. Я рад все-таки, что разрешили казнить лордов в этом моде. В прошлых патчах казнить никого нельзя было. Был такой, не знаю, баг, глюк, фикс, затычка, да что угодно. Называйте как хотите, но суть важна. Главное, что ничего сделать было нельзя. Так, вот этот вот я замок планировал захватить. На границе с музильонцами. 187 человек, ополченцев 126. То есть, их даже голодом можно морить. Проблема в том, что мори их голодом или нет. На меня нападут реально серьезные силы бретонцев. Тоже с кавалерией. То есть, у них тоже сотка кавалеристов. Как у меня или лучше. Ну, лучше, ладно, вряд ли. Короче, как у меня или около того. Все равно неприятно. Сотни кавалеристов на сотню. Но плюс у них еще будут стрелки. Плюс будет пехота. Ну, в общем, так сказать, затычка получится такой себе, если честно. Поэтому музильонский город захватить мне в самую кассу. Но нужно провести, так скажем, разведку. То есть, мы на ополчение, в принципе, не смотрим. Оно умрет от голода. Смотрим на гарнизон. А гарнизона здесь у нас... Так. 70 стрелков есть. 36 пехотинцев есть. Я не знаю, что за велейные. Тоже не особо важно. Ну, и дальше всякие скелетоны, спириты. Ну, это, скорее всего, у нас с вами эти... Как они? Ополченцы, по большей части. Скелетонов вообще сотни. Ну, то есть... Да. В принципе, минимум две сотни стрелков против нас с вами встанет. Во время этой обороны. Так что имперские стрелки нам, в принципе, залетят. То есть, они перестреляют вражеских стрелков значительно лучше. Потому что вражеские стрелки... Ну, музильонские стрелки, да и вообще бретонские, в принципе, тоже, которые есть. Полное фуфло по сравнению с имперскими, с их пушками и так далее. Ну, вот этими вот здоровенными бабайками. В принципе, да, шансы есть. Но народу, опять же, не хватит. Ну, то есть, типа, две сотни стрелков. Камон. У меня должна быть полностью вся сотня из стрелков состоящая, чтобы мы как-то с ними справились. А дальше чё? Чё делать дальше? Непонятно. Только если эту осаду сделать, скажем так, в несколько заходов, тогда будет шанс. Ну, типа, одним заходом всех стрелков перебить, вторым заходом, не знаю... Допустим, нанять себе назад кавалерию, уже пешек перебить, что-то в этом роде, не знаю. Ну, или начать, наоборот, с кавалерии, потом стрелков. Ну, не суть важен порядок. Главное, что будет всё равно задница. Да, боже мой, что ж такое? Где ваши деньги? А, они даже не могут принять всё моё вооружение. Я уж молчу про... Ну, косы здесь, видите, слишком дорогие, то есть их надо заблочить, чтобы их не продавать. Тогда у нас появится какой-то шансик, скажем так, на продажу всего этого барахла. Здесь тоже ничего сверхъестественного я, в принципе, не вижу. Так, вот это продаём свиней. Ну, и можно косами уже добить. Вот одну косу за 19 тысяч сейчас продадим. И всё, по баблу у нас всё отлично. По жрачке, в принципе, тоже всё довольно неплохо, хотя можно было бы всё это дело разнообразить. Как-то более-менее, допустим, сыром. Типа, взять полтишок сыра. Думаю, нам бы с вами не помешало. И всё, получаем ещё 50 тысяч. Бабла, как видите, уже дофига, и будет только больше, когда мы начнём всё это продавать. Но воевать вот с этим кланом... А, фракция, то есть... Дюки Дон оф Бастона. Ну, короче, герцогства Бастона. С ними воевать вообще нам с вами не в кассу в данный момент. И куда двигаться, кроме как, ну, начать войну и просто убивать лордов по одному, я на самом деле не вижу. Абсолютно не вижу здесь никакого прогресса. Ну ладно, пока что займусь музильонскими пацанами. Их осталось, так, давайте посмотрим, пятеро осталось. То есть их просто найти и прикончить не такая уж и большая проблема. Ладно, потом уже будем заниматься их замком. Мне кажется, всё-таки с музильонцами, несмотря на их долбанное проклятие, шансов у нас с вами тупо больше. А, те территории тоже уже бретонские, я забыл про эту тему. Можно уже идти как бы и там пацанов нанимать, не бегать постоянно на предыдущие, скажем так, территории. В общем, давайте сейчас быстренько казним всех бретонских лордов, кроме одного, естественно, чтобы территория там сама по себе не распределилась к какому-нибудь чёрту и его новому клану. Потом уже постараемся как-то их столицу взять. За раз точно не получится, это уже, так скажем, стопроцентная инфа. Надо будет как-то в несколько заходов делать осаду. Благо сейчас никто ни с кем не воюет. Именно поэтому у нас какие-то шансы здесь появляются. Ну, блин, музильонцы где-то пальцем в попе ковыряются, где они находятся, непонятно. А, вот, вот отряд Серпент Музильона. Да, сам основной их чувак, у которого опять сотка кавалерии, вот этих вот призрачных ублюдков. Думаю, этого козла стоит казнить в первую очередь, как мне кажется, но убить я его не смогу, вы видите, в чём проблема. Будь у меня хоть полностью сотня человек, неважно, у них всё ещё сотка кавалерии, которая поковыряется у меня далеко не пальчиком в одном месте. Ну, в общем, неприятно мне сделают, скажем так. Плюс ещё 170 пешек. Ну, 170 пешек это скелеты, в основном это полная фигня. А вот обычные пацаны меня беспокоят. Можно в несколько заходов, опять же. Но опасно, опасно, потому что пока я буду собирать себе новые войска, он тоже собирёт себе новые войска, ну и окажемся мы с вами в далеко нелицеприятной ситуации. Ладно, подождём, выманим их на бритонскую территорию, забьём сначала слабенького, перегруппируемся, и потом уже пойдём на крупную дичь, скажем так. То есть я так уже выманивал троих, кажется, бритонских лордов, вот первых, которых казнил в начале серии. Как бы нормально получилось, они где-то здесь начинают потихонечку расходиться, сваливать по своим землям и так далее. Вот видите, основной хрен уже свалил куда-то. Сейчас мы этого выловим, потом догоним основного чувака. Главное, не хочу просто воевать, сами понимаете, в этих, как они называются, в деревнях. Слишком тут дерьмовая местность. А этот чувак, видите, всего 9 кавалерий, 130 пешек, которых мы распнём только в путь. Ну пошла жара, блин, кавалеристы. Вот, вот этого я и боялся, что они мне лошадь порвут просто-напросто. И подхилить я тоже, к сожалению, не могу. Зато по людям урон проходит просто отлично. Сейчас немножко подожду, пока мои подойдут, и можно будет самостоятельно в соляново идти, просто разваливать в пешем варианте всех моих врагов. Ну так просто прикольнее будет. Так, лошадь должна жить, отходим. Всё, мои пацаны подошли. Давайте-ка, я бы помолился здесь, так сказать, за пацанов, нет, не хилку. Я хотел броню, чтобы мне было покомфортнее воевать здесь. Ну ладно, пока. Враги мне особо, как хотел сказать, много урон не наносят. А они такие, на, похлебало, на, похлебало. Дают мне прикурить, так сказать. Их ещё дофига. Ах, зараза, нет, да. Сначала броню, потом хилку. Где эта толпаная хилка? У-у-у. С таким КД меня порвут быстрее, мне кажется, чем я смогу что-то сделать. Посмотри, сколько он мне нанёс. Видали? Бам-бам. Нет, до свидания. Да, надо было брать себе всё-таки хилку. Видите, у меня ещё 15% сопротивления к физическому урону есть. Но, несмотря на это, я всё равно получил от этого парня довольно здраво. Хотя я и защитился, и все дела, но ему плевать. Порой атаки сверху, типа по голове, вертикальные, всё равно могу достигать цели, несмотря на блокировку. Ну, в принципе, логично. Меня здесь порвали, моих пацанов. Ну, в принципе, не порвали. Думаю, они здесь, в принципе, победят. Но потери какие-то небольшие будут. Человек 5-10. И мы в этом диапазоне. Мы с вами потеряем, и врага порвём. Плюс у меня ещё будут ранены. То есть я пока сейчас буду возобновлять потери свои, среди войск быстренько, думаю, мои пацаны подхилятся. Главное, чтобы у меня был абсолютно весь народ без исключения. Я имею в виду все мои 90 с хреном человек. Потом уже можно будет идти топтаться вот с этим парнем один на один. До тех пор буду немножечко с ним тут куролесить. Издеваться над ним. Всё равно он меня не догонит при любом раскладе. Разница в скорости, сами понимаете. Слишком огромная, чтобы у него был хоть малейший шанс догнать меня. Так, ну, в принципе, я готов. Опять же, хочется только хлам продать. Потому что когда он меня победит, то он, думаю, меня победит. Шмот я всё-таки потеряю. Странствующий торговец. Было бы круто, если бы он сейчас дал мне доспех на меня. Ну да, конечно, фигушки. Вообще ничего нету на меня. Есть всякий мусор. И денег у него нету. То есть если я ничего не покупаю, бабла от него я как бы тоже не получу. Щит. Щит приста здесь есть, посмотрите. С как раз-таки вот кометой, с символом жрецов Сигмара. Отличная вещь. Жаль только, что... Сами понимаете. Ну, типа, по размеру-то ладно. То, что наш немножко больше. Но по броне хуже. По броне хуже. Это печально. А у меня какой-то... А, ну, щит рыцаря. С другой стороны, ладно. Раз у меня полностью сет этого Сигмара, давайте его, в принципе, оставим. Так, продать бы ему что-нибудь, ну, как сказать, компенсировать свои затраты. Есть у него какая-то жрачка более-менее. Тоже можно взять. Тамазская сталь даже продается. Броня на лошадь есть. Великолепная броня на лошадь. Кстати, за счет брони, думаю, теоретически, можно как-то все-таки этот... Ну, хлам свой продать, имею в виду. У меня живо дофига. Можно, но не нужно. Видимо, опять какая-нибудь сраная коса, сраный шлем. Вот это вот все, да. Бретонский шлем у нас здесь все попортил. Но в основном, вернее, в остальном, вполне неплохо получилось. То есть от какого-то лута мы с вами все-таки избавились, как ни крути. Так, здесь можно еще какого-нибудь мелкого мусора тоже ему как бы закинуть. Думаю, неплохой будет вариантик. И все. С баблом мы как-то более-менее разобрались. Взяли себе щит. И взяли себе хорошую броню для лошади. То есть она у нас с вами не сильно тяжелая. Даже наоборот легкая, я бы сказал. И броня просто чума. Уже неплохо. Но опять же, дал было бы. Если бы он... Тьфу, господи. Если бы он мне дал все-таки доспех, вот это было бы в разы круче. Потому что с доспехом воинствующего приста мне было бы гораздо лучше. Этот пес не хочет меня бить. Почему ты не хочешь меня бить? Давай. Будь хорошим мальчиком. Гоняйся за мной. Да, я видел, что у меня там еще левел повысился. Вряд ли что-то серьезное. Хотя нет. Довольно-таки неплохо. Повысилась вот эта вот ситуация. Так инженерку вкачать. Но я пока не уверен, что хочу ее качать. На самом деле. Ну, может найти себе человека под инженерку. Потому что подкачать-то я ее могу. Но у меня сейчас, скажем так, заботы более серьезные, чем долбанная инженерка. Из-за верхом атлетика тоже неплохо было бы вкачать для боеспособности на двуручку. И я, типа, уперся в потолок. Видимо, ее возьмем. Он не хочет со мной воевать. Короче, ладно, хрен с ним. Пойду все продам. Вернусь. И тогда уже, так сказать, выловлю его и на куканю. Знаете, если честно, сейчас мне кажется, что я страдаю какой-то фигней. Но с другой стороны, я вижу прогресс. То есть, как видите, я сейчас гоняю просто по кругу вот этого вот чувачка, которого мы собирались с вами убить. То есть, нынешнего главу музильонцев. Гоняя его по кругам, потому что у него периодически количество людей уменьшается. То есть, у него было изначально где-то 310 человек, когда я его встретил. И сейчас, видите, уже 270. Они все уменьшаются и уменьшаются. Что-то он периодически сражается с какими-то бомжами еще. Ну, там, естественно, людей уже не тратит. И вот, гоняю, гоняю, гоняю его в надежде, что его количество людей снизится существенно. Хотя бы 240-250. Чтобы у меня был хоть какой-то шанс. Ну, в идеале, конечно, надеюсь, что снизится количество его кавалерии. Типа на тех же скелетов мне, в принципе, наплевать. Да и вроде их количество особо не уменьшается. А вот количество кавалерии уменьшается. Почему? Непонятно. Абсолютно. Будто у него есть какой-то дебаф за территорией музильона. Я, честно, абсолютно хз. Но реально количество людей уменьшается. Я просто за ним бегаю. Жду, пока вот он снизит, скажем так, свою численность. Потому что нынешняя численность меня, мягко говоря, не устраивает. Не хочется в процессе, скажем так, от него убежать. Потом пополнить войска. Снова на него напасть. И так далее, и так далее. Так что такое себе, если честно. Сейчас снижу, короче, его количество до полтинника хотя бы. Ну, 250. Попробуем все-таки с ним сразиться. Думаю, так у меня шансов будет явно больше. Но, опять же, количество его людей упадет на 60 по сравнению с тем, что было изначально. В общем, жду. Ну, в итоге, что я могу сказать? Я идиот. Потому что он, короче, забил на меня болт. Начал убегать. Я его преследую. В итоге догнал его у деревни. В итоге в деревне к нему присоединилось 50 недостающих человек из ополченцев. В итоге сражение точно такое же, как и каким оно должно было быть изначально. Абсолютно точно такое же. По количеству людей, по крайней мере. Да, конечно, кавалерия у него сейчас чуть-чуть поменьше. Человек на 10-15, чем было изначально. Но, знаете, погода особо как-то не делает. Ну, в общем, я решил, что пешками займусь сам. Моя кавалерия просто разбирается с другой кавалерией. Или, в принципе, тоже можно на них ломануться. Видите, просто есть дистанция. Более-менее неплохая между нами ими. То есть можно успеть одно подразделение как бы вражеской кавалерии быстренько уделать, чтобы в кашу малую это не превращать. Если мы уделаем всю их кавалерию, пешек мы уничтожим вообще без проблем. Абсолютно. Так что нужно сейчас заняться их кавалерией. Я дал своему подразделению именно такую команду. Сотку нанес кому-то. Хорошо. И все. Сейчас мы, если быстро успеем их затоптать, то, скажем... О, меня замедлили. Снова этот дебаф сраный. В общем, если до прибытия пехоты мы успеем хоть немного их тут прибить, было бы неплохо. Хотя бы десятка-два было бы приемлемо. Но я вижу, что уже пехота у нас здесь с вами. Здесь действуют дебафчики и прочее. И мусор. В общем, ничего приятного здесь нету. Скажем так, пехоту придется, как бы, как изначально и планировалось, убивать здесь самому. Главное не сдохнуть. Это будет не то, чтобы сложно, учитывая мою хилку, но надо ее регулярно применять, не ждать последнего момента, а то какая-нибудь шальная дурэмда мне сейчас перебьет меня, короче, косой там, еще как-нибудь вилами, шмилами, не знаю. Чем-нибудь, короче, меня могут перебить легко и просто. В один ударчик. Не хотелось бы. Еще эти лорды, конечно, душнивые, долбанные. Кстати, да, где мои пацаны вообще? Серьезно, он где-то в заднице, как я вижу. Хочется пойти их бафнуть. Хилка типа в пекло, а вот баф им здесь не помешает. Сейчас их здесь соберем как-нибудь более-менее. Сейчас они подкатят. Я им бафов накидаю и пусть тут снова в атаку. Потому что пока область этого сраного бафа, оно долбанное посмешище. Приходится... Ай, ладно, плевать, и так сойдет. Фигня, мне кажется, сейчас страдаем. Ну, реально, область говно. Что-то на это как бы рассчитывать в полной мере. Идите сюда, призраки долбанные. Дить вас будем. Сюда. Да. Каша мала в итоге и получилась, в принципе. Что ж такое? Че они все носятся, как жопы ужаленные? Да. Да. Вот так вот вам. Ну, то, что я ношу им хотя бы по полтиннику уже неплохо. Но да, рыцари мои, думаю, не наносят даже этого. Типа, если бы не баф мой, ну, типа, священный урон, я бы наносил по 15 с плюхи. В рыцаре, может, наносят и больше, из-за того, что у них круче навыки, круче снаряга. Ну, не сомневаюсь, что это реально серьезно как-то влияет. Ну, типа, там, 20-30 урона с плюхи. Это все равно фу-флоп в сравнении с тем, что наносят сами призраки. Мне пока пехоту надо здесь прибить, она мешающая. Тем более, нужно вкачать себе все-таки верховую езду. У меня почти 120. Я уже себе обновил коня, который самый первый был за сотку верхового навыка. Сейчас нужно до 120 добить и будет хорошечно. Сейчас стрелки какие-то долбаны. Черт и что. Кто вас звал? Идите нафиг просто. Даже порой не вижу, по кому машу. Эти долбанные скелеты как-то сливаются у меня с местностью из-за того, что они прям, ну, темные у них кости. Это не знаю, смолу и какой-то облилили, типа того. Моих здесь вообще, допустим, нету. Не вижу. Не вижу. Ну, хотя обстрел на самом деле самое душное здесь. Он стреляет какие-то псы. Ой, у тебя щит есть, что я туплю. Стою просто и не выделываюсь. А стрелками сейчас займусь. Отхилився и пойду башни посношу. Моего, в принципе, молоточка первого левела должно для этого хватить. Петушары мелкие. Ну и побезопаснее это будет с молоточком, как мне кажется. Сразу настреливают только в путь. А, длины молоточка не хватает. Урона хватает, длины нет. Стрелки, мать его, что за ногу? Валим, 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 валим. В соседние силы. Чуть из заборчики. Вот ненавижу в деревнях сражаться. Отвратительное. О, еще косой мне похлебалу дважды. Да. Вот то, что я люблю. Так, соотношение 50 на 140. Ну, у нас получше, но опять же, опять же, мы бьем в основном пехоту, вернее, убиваем. Они убивают нечто большее. Мою душу! Так, ладно, запрячемся куда-нибудь. Не запрятались. А мы уже выехали буквально. Приехали, готовы бить хлебалочь. Короче, сюда встал и хилимся. Здоровье нужно беречь. Надеюсь, побольше отхилим. Так, вон какой-то призрак готов намылить мне пятую точку. Не хотелось бы. Ну, давай. Ха! Еще кто-нибудь? Желающие? Нет? Их немного. На удивление, так. Идем помогать дальше. 58, 160. Так, нас 30 всего осталось, а их 170. Где ли бы ретироваться? Мы убили 145 человек. Если сможем свалить, перегруппироваться, сбежать, было бы круто. Кстати, изначально должен был отвалить 17 человек за побег. Ну, я проверял. А теперь 22. Уже неплохо. То есть, видите, у него уже осталось сотня человек. Сотни человек. Так, братанчик, иди ты в задницу. 18. То есть, сколько у него сейчас 160 человек? Посмотрим, смогу ли я быстро перегруппироваться и набить ему хлебало. Но, опять же, я потерял кучу качественных, крутых воинов. От этого никуда не деться, к сожалению. Ну, попробуем. Других вариантов я просто не вижу. Раз на раз мы его не выносим абсолютно. Опять же, так бы я его убил, но не получается. Типа, единственный вариант, который бы мне подошел без побегов. Это если бы я его убил в бою, ну, сами знаете, думаю, шансы на данное мероприятие крайне низкие. Чтобы убить с плюхи в бою. Мне так капитально везло, когда я убил Роба Старка в прошлом прохождении по модификации Игра Престолов, но, опять же. Там у меня еще было колющее оружие. Типа, режущее тоже подойдет, но дробящее вряд ли. Оно как-то обладает самым большим уроном в игре, но при том самой низкой летальностью. Ну, по крайней мере, для героев точно. Так, ну, набрал я себе 70 крутых бомжей. Все, что я смог наскрести. Я иду чисто по кавалерии. Да какие ожидания, братанчик? Дальше придется, видимо, идти. Я других вариантов не вижу. Ну, я думаю, он сейчас уже 200 чел себе набил. 200 тел, вернее. Я только 70. Ну, может, мне сейчас повезет, они все рестнутся вот здесь, в ближайших деревеньках. Я быстро снова народ наберу, подкрулю этого засранца, и мы, так сказать, устроим второй раунд. В итоге воинов я собрал, так сказать, помолился все дела, чтобы у меня не было проблем. В итоге он меня подкрулил сам в 340 воинов. То есть, просто по щелчку пальцев добрал себе людей. Да, я понимаю, что 200 из них это скелеты, полное фуфло, но, как бы, все равно, знаете ли, довольно неприятно, мягко говоря. Так что, я хз, какие у меня здесь шансы против этого скота. Типа, если тупо направить своих воинов исключительно на пехоту, тоже шансы особо не увеличатся, потому что в процессе моих пацанов, пока я развлекаюсь с пехотой, будут бить дополнительно эти. Как они, мать их, за ногу называются? Ну, в общем, призраки на конях, назовем их так. Тоже, сами понимаете, ситуация такая себе, если честно. Вот, кстати, эти ребята зачем-то собрали армию, если бы они воевали с музильонцами, было бы топово, но они воюют вообще с другой фракцией, к сожалению. Тоже, как бы, темка не фонтан. Ну, вот и все. Да, у меня 90 тела вновь, но и у него три сотки. Ладно, давайте рискнем, попробуем ему набить морду. Может быть, что-нибудь да получится. Ну что ж, погнали бить им морды. Хочу сказать сразу, что это мой второй бой, вот, с этим противником в этом же бою. По-дебильному прозвучал, но думаю, сутью вы поняли. Я, короче, его победил, с большим усердием победил, но произошло то, что у меня просто в середине боя, прямо в середине боя закончилось место на жестком диске и перестал писаться видос. В общем, у меня полбоя есть, в котором еще силы более-менее равны, и все, больше как бы запись тупо не шла. Я подумал, что все-таки можно, конечно, продолжить на том, на чем остановился, скажем так, ну, скажем так, сделать склейку и не выделываться, но я решил все-таки для вас эту битву перезаписать, ну, чтобы никто потом не говорил, что я читами как-то прошел эту сложную битву и так далее. А то я знаю, есть среди вас такие ребята, которые любят поливать меня говном. Ну, ваш как бы право, все такое, но не хочется давать им поводов лишний раз. Ладно, погнали. В общем, тогда мы довольно шустро в течение трех где-то игр, реально, то есть минут, забили всю пехоту, после чего уже перешли на кавалерию, и вот когда пехота со стрелками не мешали, перебить кавалерию оказалось не так уж, а просто, потому что она расплесталась просто по всей карте, и мы по одному их как бы вырезали, подкарауливали. Так, еще, кстати, произошла довольно странная ситуация, я после, ну, той битвы казнил, короче говоря, ну, чисто ради интереса главного музильонского чувака и второго музильонского чувака, то есть все оставшиеся три члена клана находятся сейчас в этой битве, то есть все трое, что остались у музильонцев, то есть скорее всего они являются спутниками, а вот главный засранец как бы является боссом фракции, боссом этого клана, вот я боюсь, что снова может отключиться такая тема, что я убью главного засранца, который мне больше всего досаждает, остальные как бы на автомате умрут, и эта территория перейдет у нас с вами к бретонскому фракции, за которую мы с вами сражались, что естественно неприемлемо для меня лично, вообще не хотелось бы, так что как-то надо по кумеко что делать, либо тех двоих засранцев убить некроманта и этого, то ли убить исключительно главаря, может сработает, типа, ну если некроманта оставить живых, может и все наладится, типа хз, теоретически, когда убивают главаря клана, но остаются какие-нибудь спутники, то за спутников и начинаешь играть, ну я сейчас от лица игрока как бы говорю, уж не от лица ботов, здесь должно быть так же теоретически, всегда-то должно убивать абсолютно каждого члена клана, кроме детей, чтобы клан как бы загнулся, а тут как бы нет, но я на всякий случай зайду в тему со спутниками, проверю, точно ли они члены этого клана, а не какие-нибудь спутники, и там уже будет видно, короче говоря, так, пехоту я пока долблю только в кучу, моих пацанов вроде все тоже довольно-таки неплохо, так что, пока хилимся, живем сейчас чуть, чуть подожду, потом пойду похилимся немножко, а то я вижу, хп мне уже не хватает такие адские влеты делать, но это довольно опасно, вот какой-нибудь такой мудак мне еще по голове даст, и до свидания, ггшная, будет для этого боя, не хотелось бы, сдохните вы уже, скелеты долбаны, ну честно, я пионерская, сколько можно, живучие козлы до невозможности, ну не потому что сильные, а потому что попасть по ним бы сразу не могу, еще эти козлы со своими косами, наверное, налетают, он летит уже, смотрите, мудилась нижнего тагила, вот еще тут какой-то пес есть, ну да ладно, с ним плевать, так, по хилам, ну что я беспокоил, по стрелкам, 13 человек, ну небольшая на самом деле проблема, похилиться все равно не дают козлу, конечно же, ну давай, зассала, я так и думал, на пехоту уже подошла, пора сваливать, я свое отхилил, большинство моей кавалерии где-то в заднице находятся, поэтому, наверное, хорошо, что я занимаюсь пехотой, ну потому что пехота пока что чисто физически не может мешать моей кавалерии, да и часть кавалерии еще на мне сидит, сами видите, пока я занимаюсь пехотой, опять же, то есть я даю своим пацанам возможность убить небольшие группки врагов, пока сам занимаюсь основными силами, ну и мне-то пофиг, я опять же, отхилюсь всегда, да идите вы в пекло, покосли ебы, призрачные, пошли все вон, ваше место у параши, зараза, да, скучаю я по магии, ой, скучаю в этом моде, просто, одна магия и минус сотня, две сотни человек, это, конечно, уже на высших уровнях магии было, но тем не менее, тем не менее, ты мог реально творить чудеса на поле боя, ты был единственной машиной войны, которая тебе была нужна, плюс ко всему, у тебя и подхилка, в принципе, была как и здесь, у монаха, но вроде та была, этот, ну, чисто на тебя юзерс, но это вот уже мелочи, в общем, это было клево, но имбово, не спорю, а здесь прям какая-то непонятная катавасия, вроде и больше бонусов, чем с ванилью, все равно себя каким-то, ух твою же мать, вот это, залетел, как папка в мамку, это он мне, откосоебил меня немножечко, ладно, давайте куда-нибудь заныкаемся, типа сюда, и подхилим свою красивую жопу, офигеть, 140, ни разу меня столько не наваливали, думаю, если бы у меня не было 15% резиста от физического урона, то все, я бы уже, как говорится, пил бы серенады, и молился бы, всем, кому можно молиться, ну, потому что жесть, твою же мать, какие, вы дамаг, вы че, ребята, вы скелеты, дохните просто, и не выделываетесь, надо еще смотреть на этих кавалеристов, имею ввиду, лордов, которые, ну, или кто они там, рыцари, неважно, тоже могут мне скопья зарядить, по самое, не балуйся, будет не круто, твою же мать, вот такие вот, ребята, кстати, может его чпокнуть, чтобы не выделывался, фигушки, так, лошадь вижу, человечка не вижу, куда он интересно делся, так, здесь у нас че, призрачные лошади, людей толком нет, ну, то есть, основные силы все-таки сосредоточены вот в этой области, но это от сотни пехотинцев, конечно же, которые здесь бегают, как обезьянки, не могут решиться, что же им делать, по жизни-то, и по гороскопу, и вообще так, бам, да твою же мать, попасть по ним не могу, говноеды маленькие, о, кавалерия какая-то, ее часть, по крайней мере, налетела, может подсобить мне немножко с этими петушарами, слишком их много для меня одного, убить-то убью, но долго, я еще молотом так неумело машу, с непривычки, или, не знаю, дальности, у них этой длины, или что-нибудь еще, не знаю, что-то мне, короче, не хватает, как обычно, кто-то во всем виноват, но не я, естественно, я-то мега супер профессиональный, профессионал, так, опа, опа, хорошо, долбим, 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 мудил мы тут долбим, так, это, а, вот враг, пойду-ка я его, а, это, кстати, лорд, вот он, тот самый лорд, с которым я сейчас сражаюсь, собственные персоны, значит, пришли, на, пошел отсюда, вон, псина, ну, вот, я его просто ранил, не убил, тропяшкой редко убиваешь, лордов точно, опа, еще одного, а, это просто черный рыцарь Грааля какого-то, судя по музыке, мы здесь победили, или побеждаем, в общем, враг подал на отступление, газу, газу отдает, дает газу отсюда, а, так он упал, я думал, он сдох, я забыл, что вкачал себе талант, чтобы с 30% шансом, можно было нокаутировать пацанов, если они выделываются, ну, видимо, сработал тот шанс, ух, бамс, бамс, да что же вы мне все мешаете-то, зараза, не получается, долбаные их щиты, чтоб им пусто было, ладно, по соотношению, что 30 на 40, то есть нас, наконец-таки, больше в кои-то веки, ну, и враг, да, действительно, отступает, но сейчас немножко скучаю по копью, им, наверное, было бы поинтереснее, добивать этих скотов, ладно, займемся кавалерией, пехота уже отступает, смысла сражаться нет, а вот кавалерия может еще, хорошенько навалить нашим пацанчикам, кстати, урон по нему реально не прошел, сейчас по этому призраку, может, потому что я нанес, там, не знаю, меньше 40, или еще сколько-то, а нет, 30 прошла, странное дерьмо, если честно, ладно, добиваем, сейчас-то памяти точно хватит, и запись завершится успешно, по крайней мере, этой битвы, дальше пес его знает, хоп, 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 такс, и идем сюда, иди сюда, по лицу, под лицу, о, скелета, что-то с ним приключилось, нехорошая, сдохните уже все, давайте закончим битву, я устал, сражаться здесь, 14 человек осталось, пешек думаю по минимуму, ну да, 5 бомжей, они не сдаются, как в принципе и кавалеристы, 46, господи, да что ж такое, сдохните, не могу по ним попасть, просто, да я тебе твою косу, знаешь, куда засуну, мелкий ты козли на морду, давай, иди сюда, иди, сражайся, как мужчина, ну или кем-то там был, до смерти, это оно у вас, даже не интересно, все, наконец-то победили, али, мать его, луя, ну так, вставать же нельзя, хух, все-таки, хух, ладно, завершилась моя боль, в очередной раз, вот, видите, всех пленили, в том числе и главного козлину, здесь находящегося, так, все самое ценное, вроде забрали, так, пару неудачников, надо выкинуть отсюда, своих бомжей надо прокачать, все, ну, 120 человек, я уже могу брать, вот это, уже, тема, левел клана, что ли, поднялся до третьего, да, действительно, поднялся левел клана, на следующем можно будет создавать королевство, но это еще нужно в два раза больше, чем сейчас, а музильонские лорды закончились, к сожалению, в общем, давайте-ка посмотрим, у нас с вами, так, де музильон, да, кто у нас с вами воюет за музильонов, так, Black Duke воюет за музильонов, странников выбираем, нет, это не странники, то есть, это обычные лорды, я когда выбираю именно странников, хотя, может, тут, культ сигмара, то есть, я не выбираю культуру, и вот, спутники все свободны, кроме, вот, одного, которого взял себе я, то есть, теоретически, теоретически, все должно быть по кайфу, у нас с вами, теперь давайте убьем этого музильонского засранца, и, клан де музильон был уничтожен, музильон больше не существует, как я и говорил, и территория музильонцев, переходит, просто-напросто, к нашим врагам, к сожалению, ну, пока не врагам, на сути вы поняли, то есть, мы на халяву, подарили этим козлам, за которых раньше воевали, подарили им, тупо, город, который захотел захватить я, вряд ли бы я его осилил, справедливости ради, но я им его по-да-рил, просто-напросто, ну да, странствующий торговец, как обычно, вовремя, ну, хотя, если у него есть доспех, да, наконец-то, доспех воинствующего жреца, слава бубенчикам, осталось совсем чуть-чуть, до полного эквипа, кстати, я, видимо, прокачался до нужной мне лошади, стоящей 185, мать его, тысяч, и сейчас буду гонять на ультрах, короче говоря, девайс, долбанное седло, что ты выделываешься, будто есть седло получше, но его же нету, нету, вот, лошадь, самая топовая, за кучу-кучу денег, седло на нее что-то не ставится, странное дерьмо, если честно, о, серьезно, есть вот такое вот седло призрак, стоящее, а так можно сделать, ну ради интереса, нет, нельзя, а было прикольно, если честно, в общем, мне нужно как-то скинуть сейчас бабло, думаю, с помощью кос мы это сделаем довольно быстро, еще 16 тысяч, придется повозиться, конечно, с лутом, в общем, по итогу заплатили 200 монет, но наконец-таки нашли себе доспех воина, жреца, все, осталось чуть-чуть, и мы с вами будем готовы уничтожать и аннигилировать наших врагов, а просто другом, на какую территорию мне теперь позариться, потому что нужно все-таки что-нибудь да захватить, возможно переоборудовать опять же свои войска под стрелков, потому что, ну я честно, их из-за как сражаться полноценно против бретонцев, они слишком жесткие, ну с их кавалерией, то есть, клин клином вышибают, такая себе тема, как по мне, ну и этот клан, типа да, их опять же всех можно вырезать, потом все это позахватывать, в принципе, вполне реальная темка на самом деле, то есть клану оставить пару бомжей, и всех их, ну всю их территорию поглотить, и с этого как бы начать старт, но проблема в том, что меня возненавидит вся остальная часть Бретонии, никто со мной сотрудничать больше не будет, ну типа придется все, вообще бретонские кланы вырезать, спорно, довольно таки спорно, если честно, в общем надо подумать, и если у вас есть предложения, то жду в комменты, как обычно, самые интересные предложения будут в начале следующей серии, ну а перед тем, как мы закончим, хотелось бы передать отдельную благодарность моим подписчикам на бусте, ну что ж, а у меня на этом все, с вами был Кит, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok